Праздники в Ленинском районе, тем более по таким важным поводам, как День независимости, добрая многолетняя традиция. А потому неудивительно, что разделить приближающуюся дату. Собрались как ленинцы, так и многочисленные брещане. Важной составляющей музыкальной программы стало представление ветерана Великой Отечественной войны, обладателя Ордена Отечественной войны второй степени, медалями Ушакова, Нахимова за победу над Германией Александра Григорьевича Архипова, а также сына защитника Брестской крепости Владимира Ильича Семочкина. В память о встрече им были вручены подарки от администрации Ленинского района. В их адрес звучали слова поздравлений и пожеланий долгих лет жизни. Мы уходим, молодежь остается. Что после нас? Видимо, ту победу, которую мы принесли, она останется на века. А остальное – храбрость, мужество, стойкость, героизм. Это у белорусов учиться надо. Они это показали всему миру. Это, наверное, праздник. Вот после Дня Победы – это второй праздник в Беларуси. Первый праздник – это День Победы, когда мы одержали такую победу. А сейчас День независимости. И я хочу в этот день поздравить всех наших дорогих жителей города Бреста, гостей и микрорайона, вот нашего микрорайона с этим праздником. Не остались безучастными и поздравили в этот день людей, которые видели своими глазами страшные события 40-х, и добрые друзья администрации Ленинского района. Для главных гостей праздника они подготовили сувениры. Я представляю в Бресте очень знаменитую фирму, европейскую старую фирму «Либелла», которая сегодня как раз выступает другом этого праздника в Березовке, праздника района. И сегодня мы приготовили небольшие подарки от фирмы «Либелла» для наших ветеранов, для многодетных семей. Любая фирма, которая может помочь, она должна помогать, потому что это, наверное, святой долг каждого человека, помочь кому тяжело в этой жизни. Поэтому это нормально, это естественно, это приятно. Внимание удостоились многодетные семьи и люди, которые принимают активное участие в жизни Ленинского района и города в целом. Гордость и слова Бреста и его жителей. Именно они строят новые дома, модернизируют предприятия, растят и воспитывают детей. Их неоценимый вклад достойен наивысшей оценки. Не хлебом единым жив человек, то есть не все материальное приносит, но, наверное, и духовное. И вот этот праздник, который сегодня проводится в микрорайоне Березовка, это тот, наверное, духовный праздник. Это действительно связь поколений, потому что праздник проходит накануне нашего знаменательного события, Дня независимости Республики Беларусь. И сегодня, может быть, так салфало, что как раз отмечается 25-летие со дня открытия 32-й школы. И как раз и на сцене были тот первый директор, Михаил Михайлович, который начинал строить эту школу, руководил этой школой. Дальше передал в надежные руки Татьяне Васильевне. И она длительные годы руководила этой школой, а дальше передала в руки Сергея Васильевича, нынешнего директора. И вот эта вот связь, а связь поколений почему? Потому что 3 июля. И вот мы видели сегодня на сцене, что чествовали ветерана войны. Это много молодежи на празднике, детей, школьников, которые действительно понимают, что какой ценой все это далось нам сегодняшний праздник, такое вот спокойствие в нашей стране, в которой мы сегодня живем. Праздничная программа Ленинского района включала массу интересного. Со сцены настроения гостям создавали образцовые коллективы, известные брестские исполнители. Особую атмосферу дарили музыканты городского духового оркестра под управлением маэстро Валерия Коваля. Яркие выступления продемонстрировали гостям участники клуба восточных единоморств карате, а также военнослужащие 12-й пограничной заставы Брест. Со спецификой работы спасателей и взрослых, и детей знакомили сотрудники Брестского городского отдела ПЧС. Праздник в Ленинском районе удался, впрочем, как и всегда. Добрая традиция собираться вместе с ленинцем по поводам знаковым и значимым, не утратить своей актуальности. В этом нет никаких сомнений.